В этом видео мы с вами создадим класс, отвечающий за работу с модулями. В принципе, он будет очень похож на класс для работы с объектами базы данных, в том плане, что он будет иметь тоже определенные какие-то свойства, properties, вот так же они будут добавляться в классах наследниках в будущем, то есть вот у нас такой же массив properties мы создаем. Еще у нас будут сами свойства view, отвечающие за объект шаблонизатора. Construct view. Здесь view равно view. Все, теперь мы с вами реализуем метод по добавлению нового свойства для модуля. Он с вами будет финальный, нам не нужно будет его перепределять в классах наследниках. Сочиня по умолчанию мы с вами также будем принимать для данного параметра. И еще третий параметр, будет ли у нас данное свойство массивом. То есть, например, допустим, если у нас брать там свойства в виде заголовка статьи, у нас это просто строка, то есть это не массив. А если, допустим, массив комментариев, то это свойство уже, разумеется, у нас является массивом. Итак, значит, мы с вами добавляем новый элемент в массив в properties, в свойства properties. И берем отсюда эти значения. Теперь, если у нас это является массивом, и у нас при этом дефолт. Значение по умолчанию, ну, передано. То мы в value записываем пустой массив. Либо мы тогда записываем вот этот вот nameValue просто default. То есть, либо там null, либо то значение, которое у нас сюда будет передано. А теперь я с вами реализую методы доступа и методы установки значений. Ну, опять же, да, если брать класс abstract object, у нас там то же самое было реализовано. Сами проверяем, есть ли запрашиваемое свойство в массиве properties. И если оно, соответственно, есть, то дальше мы сами, в принципе, возвращаем. А наши здесь properties, nameValue. Либо мы сами, если у нас не найдено в этом массиве такого ключа запрашиваемого, мы возвращаем. Теперь финал, finalPublic, function, set, nameValue. Теперь мы сами работаем с методами по настройке свойств. То есть, при попытке изменения свойств у объекта, мы сами опять же проверяем, есть ли изменяемое свойство в properties. И если оно есть, соответственно, мы здесь properties, nameValue и равноValue. То есть, вот таким образом мы сами изменяем. Вот если же у нас такого свойства нет, то, ну, в принципе, да. Возвращаем false. Так, еще раз, сейчас я реализую метод по добавлению массива. Сейчас мы с вами посмотрим, как мы с вами будем его реализовывать. Хотя, ладно, этот метод мы не будем реализовывать. Потом посмотрим, если нам потребуется, мы с вами реализуем. Может, мы с вами обойдемся и без него. Ну, в самом случае, я с вами сделаю метод getProperties. Параметров каких-то не будет. Просто нам нужно каким-то образом вернуть массив с ключами и значениями. У properties. Value. Здесь мы, значит, массив этот формируем. Соответственно, нам нужно просто ключ и значение. Такой это ассоциативный массив обычный. Вот еще мы сами сейчас реализуем метод по работе с комплексными данными. Как помните, например, мы сами разбирали сложный вариант, когда, допустим, нам нужно разобрать вот такого рода строку. Например, вот user title. Ну, user, там, логин, например, более логично, чтобы было. Вот нам нужно, и, зная этот объект user, нужно получить его логин. Вот такую строку нам нужно сейчас распарсить, так скажем. Во-первых, мы с вами проверяем, есть ли вот такая вот стрелочка. Если она есть, то мы начинаем разбирать ее на составляющей. Там у нас может быть многоуровневые вообще. То есть не одна стрелочка, а может быть их много. Вот если у нас это массив получился, то дальше мы начинаем по циклу двигаться. И добираемся до конечной величины, которая нам с вами и нужна. Вот таким вот образом, постепенно, постепенно двигаемся. Так, иначе, если вдруг у нас это не массив, то все гораздо проще. Просто общий филд и все. Так, и return value. Вот такой метод мы сегодня тоже реализовали, как раз для того, чтобы получить доступ к некому объекту, к такому вот полю. Например, объект у нас тут будет user. Вот он, объект. А поле мы хотим, к примеру, еще такое выдумать, да, чего, например, вот. Ну, давайте лучше пусть объект будет тут article, к примеру. А мы хотим получить логин пользователя, который сюда добавил, который добавил эту статью. Тогда что мы делаем? Мы, соответственно, запрашиваем объект article, а филд у нас вот такой вот мы будем просить. У нас будет field user логин, к примеру, да. Ну, или, допустим, еще какой-нибудь там, глубже, я не знаю, еще что-нибудь. То есть такое тоже будет. Вот мы хотим, зная этот article, получить доступ сначала к юзеру, затем получить доступ к логину, затем получить доступ уже к конкретному свойству. Так мы постепенно, да, перебирая все вот эти вот элементы, мы постепенно все дальше, дальше и дальше опускаемся ниже и ниже, добираемся до нужного нам значения. Таким образом, мы, вот имея артикл, имея такой вот вариант обращения к полю, у нас такие вещи будут сделаны в самом abstract object, с чем мы уже это сделали. Соответственно, у нас все эти данные, они будут. А нужно просто к ним обратиться, вот мы сами таким образом к ним и обратимся, к значениям самих уже объектов. Так что с вами одну функцию мы реализуем? Это numberOf и суффикс. То есть для чего это нужно? Это нужно для склонения слов, которые как-то связаны с числителями. Например, один, например, один человек, да, два человека, три человека, четыре человека, пять человек, да. То есть вот когда идет у нас такое вот склонение, нужно, чтобы не было такого, что, например, нам будет написано пять человека там или два человек. Ну, чтобы такого вот не было, мы сами должны будем склонять слова. И для этого сейчас мы напишем такую вот функцию. Она достаточно такая, ну, известная с одной стороны, что она много найти в интернете. Я тоже писал статью у себя на сайте, когда-то еще давно. Вот алгоритмы в нее, ну, в принципе, можно разобраться. Он такой достаточно хитрый, с одной стороны. Он там основан на том, что постепенно, на самом деле, вот эти все слова не повторяются. То есть один человек, потом, например, там шесть человек, да, семь человек, восемь человек, девять человек, там, десять человек, одиннадцать человек, двенадцать человек, да, и так далее. Двадцать человек, двадцать один человек, двадцать два человека, тридцать два человека, сорок два человека, сорок три человека, пятьдесят три человека и так далее. То есть это идет какую-то там определенную закономерность. Благодаря этому, благодаря закономерности, И стало возможным, безусловно, сделать вот такой вот алгоритм. Этот суффик, по сути, является у нас массивом, который имеет три значения. Первый – это, собственно, один человек, то есть человек. Вот я, второй – это у нас, например, два человека. Это второе будет значение в этом массиве, суффикс. И третье – это человек, когда у нас, например, пять человек. Соответственно, минимально, значит, в стиле пять. Ну, такой, собственно, и хитрый, конечно, алгоритм, но разобраться в нем, в принципе, можно. Так, и return суффикс от xk. Все, тем самым можно получиться с вами. Просто передадим сюда, например, пять, и нам вернется человек. Сюда поставим единичку, нам вернется один человек, тоже, да-то. Вот, поставим сюда двойку, у нас будет человек, а вернется. Я думаю, вы поняли. Вот, и последний метод мы сами, который напишем, он будет у нас абстрактный. Public.get.tpl.file. То есть я уже говорил, что у каждого модуля будет свой tpl файл. Это у нас модуль абстрактный, как бы не существующий, по сути. Поэтому мы с вами тут данный метод не реализуем. Но во всех дочерти классах, которые будут отвечать уже за конкретные модули, мы с вами данный метод будем реализовывать и просто будем возвращать название tpl файла, в котором содержится представление данного модуля. Вот такой вот класс. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok